Люди, которые выигрывали или получали в наследство много денег. Поделитесь вашими страшными историями о том, как у вас выпрашивали денег. Именно это происходит в моей жизни в настоящее время. Моя двоюродная бабушка, которая была еще и моей крестной, была нетрадиционной ориентацией. Она начала встречаться с тетушкой Китти еще в 50-е годы, когда переехала в Нью-Йорк. Родственники тетушки Китти отреклись от нее, когда узнали, что она живет с женщиной. Крестная умерла, когда мне было 12 лет, и завещала все тетушке Китти, что привело к охлаждению ее отношений с семьей моего отца, хотя сам отец и один из ее братьев продолжали общаться с ней. Когда я переехала в Нью-Йорк в 18 лет, я никого не знала в этом большом городе, и мы с ней сблизились. Она была тронута, когда узнала, что я хочу поддерживать родственные отношения и видеться с ней, что я признаю в ней свою тетю, хотя технически она ее не была. Она была одним из лучших людей среди всех, кого я знала. Мы проводили вместе все выходные и праздники. Она была в курсе всего, чем я занималась. Я была знакома со всеми ее друзьями, а она знала всех моих друзей. Целое десятилетие мы были вместе, и она была мне как настоящая бабушка. Месяц назад ее не стало, и это настоящая трагедия для меня. Я очень скучаю по ней, но ей было уже за 90-е, и она прожила долгую жизнь. Дело в том, что она оставила все мне. Я, конечно же, знала, что она была при деньгах, это было невозможно не замечать, но понятия не имела, сколько их у нее было. Я получила в наследство весьма приличную сумму наличными и в ценных бумагах, таунхаус в городе и дом на пляже. Когда она умерла, нарисовались все ее родственники, начали разнюхивать, что именно она мне оставила, и потребовали, чтобы я отдала им домик на пляже или ее деньги, или что-нибудь еще. Между тем, она в своем завещании строжайше запретила отдавать хоть что-то своим родственникам и завещала все только мне. Они стали угрожать мне судом, потому что были уверены, что она хотела оставить им хоть что-то, хотя она не виделась и не общалась с ними полвека, многих из них она никогда в жизни не видела. С другой стороны, сестры и братья моего отца рассердились, что не получили ничего, хотя они время от времени отправляли ей открытки на Рождество. Все они считают крайней несправедливостью то, что я получила все, а не ничего. Никто из них даже не пришел на ее похороны, никто, кроме моего отца, не виделся с ней годами. Одна моя тетя даже начала наговаривать на моего парня, что он со мной только из-за денег, хотя он был ближе к тетушке Китти, чем она, и помог мне организовать ее похороны. Это все стало походить на дешевый цирк, что очень огорчает меня. Моя бабушка открыла счет на мое имя и каждый месяц перечисляла на него деньги на мое образование. Я был еще ребенком, а у мамы вечно не хватало денег, и она хотела использовать те деньги и покупать на них выпивку, сигареты и прочее. Она постоянно приставала ко мне и пыталась подкупить разной ерундой. Я рассказал обо всем бабушке, и она сделала так, чтобы у мамы не было доступа к тому счету. Полезли со всех щелей родственники, угрожая, что отсудят у меня наследство. Время от времени они появлялись без приглашения и вели себя так, будто думали, что я спрятал деньги в доме. Я неоднократно повторял, что мы унаследовали менее 500 долларов, они все не отставали. Просто не верили нам. Теперь все они ненавидят нас и больше не зовут на семейные торжества. Я выиграл около 5000 фунтов на ставках несколько лет назад. Не такая крупная сумма, но мне тогда было 23 года, и я очень обрадовался. Короче говоря, я отказался отдавать эти деньги отцу на покрытие его кредита, и он перестал со мной общаться и даже пытался испортить мне жизнь. Он сказал моей тогдашней девушке, что у меня зависимость от азартных игр, что было неправдой, ведь то, что я тратил 5 фунтов в неделю на ставки на спорт, еще не делает меня зависимым. Заставил мать позвонить на мою работу и сказать, что у меня проблемы. В результате на работе мне пришлось общаться с нашим психологом, который давил на то, что мои родители очень любят меня, и я очень виноват перед ними за все, что сделал. Ситуация достигла апогея, когда я расстроен и пришел к своей девушке, а на диване у нее дома сидели мои родоки и утешали ее. Они сказали мне, что она больше не знает, можно ли мне доверять, и что я должен просто признаться ей, что у меня зависимость от азартных игр. Мне пришлось прибегнуть к силе, чтобы заставить отца покинуть дом, и я сказал ему, чтобы он никогда не появлялся на пороге моего дома. И все это они устроили из-за пяти тысяч. Некоторым людям попадаются по-настоящему токсичные родители, которые очень негативно влияют на жизнь своих детей. Мне пришлось порвать отношения с отцом, что, к сожалению, привело к тому, что мои отношения с матерью тоже дали трещину. Но, честно говоря, это было лучшее решение в моей жизни. Не бойтесь поступать со своими родителями так же, если они не приносят в вашу жизнь ничего, кроме негатива. В нашем случае не было раздоров, и никто не клянчил денег. Несколько лет назад в результате несчастного случая погиб мой брат, и мои родители подали в суд на ответственных людей и фирму, не придавая это огласке, и в итоге заключили соглашение и получили несколько миллионов долларов. До сих пор я никому об этом особо не рассказывал, потому что это очень личное. Мы не хотели, чтобы люди подумали, что мы хотим нажиться на трагедии. Это не было нашей целью. Мы лишь хотели финансово помочь вдове. Родители потратили на судебную тяжбу около двух лет, и, наконец, соглашение было подписано. Все это время мы заботились о вдове брата, оказывая ей и психологическую, и материальную поддержку. Когда дело было закрыто, родители отдали ей часть денег. Сразу же после этого она просто исчезла из нашей жизни. Когда мы поняли это, мы были очень огорчены, ведь мы так многое сделали для нее. Представьте, что у вас умер сын или дочь, и вы несколько лет воевали в судах, чтобы обеспечить вдове или вдовцу беззаботную жизнь. А они в итоге просто взяли деньги и сбежали сразу после того, как тяжба закончилась. Мы с родителями, конечно, тоже получили немало денег и поведали новости другим родственникам. Все были шокированы, когда узнали, почему вдова покойного разорвала с нами отношения, и что мы в результате тоже разбогатели. Это обстоятельство слегка меня смущает. Мне кажется, что это неправильно. Но я уверен, что брат гордился бы нами за то, что мы смогли обеспечить его жену после его смерти. Я все же стараюсь никому об этом особо не рассказывать, так как не хочу, чтобы история жизни моего брата была дополнена такими неприятными деталями. Мне кажется, вся наша семья думает так же. Наши жизни не сильно изменились в результате получения компенсации. Поначалу я испытывал чувство вины, когда тратил хотя бы копейку из тех денег. Но спустя какое-то время я научился ценить те возможности, которые открылись передо мной. Мы все продолжаем жить так же, как жили прежде. Правда, мои родители в последнее время стали много путешествовать, в чем я их нисколько не виню. Когда моя бабушка умерла, по ее завещанию я получил деньги, которых хватало на обучение в колледже и даже аспирантуру. Как раз в это время каждый из моих друзей нуждался в деньгах по разным причинам. И я, чтобы выполнить последнюю волю бабушки, не стал никому рассказывать о наследстве и использовал его на оплату обучения в колледже, как она того и хотела. Иначе все бы стали выпрашивать у меня денег в долг под тем или иным предлогом. Я оплачивала учебу в колледже частично за счет полученной стипендии и частичные счета, которые родители открыли для меня, когда я была маленькой. Когда я училась на первом курсе, моя соседка по комнате в общежитии постоянно напоминала мне об этом, чтобы не платить за что-либо. Например, она говорила так. Ну, у тебя же есть банковский счет на оплату учебы, поэтому ты могла бы заплатить и за мой ужин тоже. Или так. Я взяла кредит на обучение, поэтому, может быть, ты в этом месяце заплатишь аренду за нас обеих? В итоге я съехала от нее и до конца учебы в колледже избегала общения с ней. Мой дедушка был довольно богат, и он внезапно умер от рака простаты, диагностированного на поздней стадии. Его дети от второго брака немедленно набросились на его имущество, утверждая, что все должно принадлежать им, хотя дед был близок не только с ними, но и с нами. Это привело к семейной тяжбе, семья была разделена пополам, мы перестали считать их за родственников. В итоге мы почти ничего не получили, и, честно говоря, меня разочаровало поведение обеих сторон. Было грустно смотреть, как люди, которых я знал всю жизнь, ведут себя настолько ужасно. Родственные узы, которые укреплялись десятилетиями, были разорваны за пару недель. Мне повезло иметь достаточно обеспеченных родителей. Также мне повезло с тем, что в мой 31 год все мои бабушки и дедушки еще живы, хотя всем им не менее 82 лет. Один из дедушек, о котором я хотел написать, имея только 8 классов образования за плечами, построил успешный бизнес, бурение водяных скважин. Каждый раз, когда рождался каждый из его семи внуков, он открывал для них трастовый счет на 87 тысяч долларов. Мой счет был открыт в год моего рождения, я полагаю, так же он поступил с другими своими внуками. У нас в семье не принято много говорить о деньгах, но, как я узнал, есть несколько условий на получение этих денег. Так, я не буду иметь над ними полный контроль, пока мне не исполнится 50 лет. Каждую осень мне приходил отчет из банка, благодаря чему я знал, что на пенсии я точно не буду бедствовать. И что я сделал? Я рассказал только своей жене. Мы вместе уже 8 лет, из которых в браке почти 3 года. Это не касается никого, кроме меня и моей жены. С какой стати я должен рассказывать всем о своем грядущем обогащении? Будьте умнее, люди, не упоминайте в разговорах с посторонними о том, сколько денег на ваших счетах. Я унаследовала приличную сумму денег, когда умер мой дед. Мы с мужем планировали использовать ее для покупки нашего первого дома. У нас были сбережения, но, понятное дело, благодаря этому неожиданному доходу нам пришлось брать куда меньшую ипотеку. У моего мужа есть дополнительный бизнес по сбору машин собственного производства. Один из его друзей, у которого были проблемы с деньгами, и машина которого была готова только наполовину, узнал о нашем наследстве. Мы сами попросили его совета по ипотеке. И решил забрать свою машину. У него типа кончились деньги на то, чтобы закончить работы. Он подал на нас в суд, требуя возместить ему 10 тысяч долларов. Нам пришлось нанять адвоката, и мы потратили больше 3,5 тысяч долларов. И он сказал нам, что обычно суд принимает сторону клиента, потому что клиент всегда прав. И если мы продолжим судиться, то потратим еще больше денег, потому что гонорары адвокатов растут, когда дело затягивается. Меня выводит из себя тот факт, что значительная часть моего наследства ушла на выплаты этому мудиле, чтобы он мог отвезти свою машину в другой автосалон, где ее наконец доделают. 25 лет назад мои родители выиграли джекпот в игровых автоматах около 10 тысяч. Большая часть денег ушла на покрытие счетов и небольшие летние развлечения. Тем не менее, моя тетя и некоторые из маминых родственников разозлились на нее из-за этих денег. Родственники утверждали, что она должна им, так как в казино они ездили вместе. Это они позвали с собой моих родителей и отвезли их на своей машине. По их логике, родители должны были поделиться с ними выигрышем. С другой стороны, тетя без конца просила дать ей денег на покрытие долгов ее детей. Это очень избалованные дети и постоянно влезают в долги, и их мама, моя тетя, каждый раз вытаскивает их из долговой ямы. Родители так и не уступили, хотя мамины родственники угрожали им судом, но так и не осуществили свои угрозы, а тетя просто отстала от них. После этого родственники больше не брали с собой моих родителей, не взяв обещания, что если они выиграют, то поделятся выигрышем. Естественно, родители больше не ездили с ними никуда. Я в то время был ребенком и не привык к деньгам, потому что мы были довольно бедной семьей. Эти деньги нам очень помогли тогда, но больше всего мне запомнилось то, что моих родителей очень долго упрекали по поводу этих денег. Позже я узнал, что все они, кроме тети, зарабатывали в год шестизначные суммы. Они не нуждались в этих деньгах, но все равно завидовали. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok